Здарова, ребята, это Шамшурин. Прежде чем вы будете смотреть этот очень интересный видос, обязательно досмотрите до конца. У меня для вас объявление. 11 мая в 17.00 я буду проводить онлайн-тренинг по страхам, который будет длиться целых 2,5 часа. Только конкретика, сухая выжимка на тему, чего на самом деле ты боишься с девушками. Я расскажу тебе обо всех этих страхах, мы их все разберем. И самое главное, ты научишься превращать свои страхи в силу, которая тебе поможет. Ссылка для записи на этот онлайн-тренинг под видео и продолжай смотреть видос. Это видео посвящено теме того, чего именно мужчина боится с женщинами. И по сути, наверное, тому, в чем это проявляется по итогу, во что это выливается. Потому что страх, по большому счету, он известен. Это страх быть несостоятельным, быть не героем, получить какой-то отказ и игнор со стороны женщины. А выливается это в какие-то разные штуки. И это сейчас раскроет нам Юра. Юра. Да, я хотел сказать, что на самом деле при частых собеседованиях, когда звонят ребята, звонят взрослые мужики, самый распространенный ответ, когда спрашиваешь, ну, элементарно, почему ты там не подходишь к девушке, к женщине, все говорят, что у меня там страх подхода. Ну, я задаю такой вопрос, как конкретно выражать страх подхода, что это такое... Очень удобно, да? Да, ну, а чего конкретно ты боишься? То есть, и когда начинается уже разговор, оказывается, что вовсе не так страшно подойти, на самом деле страшно получить отказ. То есть, все-таки не страх подхода, а страх отказа. То есть, люди... Ну, отказ это же тоже не финальная точка. Когда они получат отказ, что будет? Ты даже не сдохну. Ну, все равно, когда начинаешь задавать вопросы, все-таки, чего боитесь, чего ты боишься? Первое, чего он говорит, что я боюсь, что мне откажут. Я почувствую себя незначимым, неважным, ненужным. После этого он почувствует себя маленьким, ненужным, но несостоявшимся. Да, 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 да. Тем более, если это особенно какое-то людное место, то есть, это кафе, это какое-то там заведение, там, метро и все. То есть, когда ему откажут, значит, ну, то есть, когда человеку отказывают, и это еще могут услышать другие люди. То есть, это вообще просто, это крах, то есть, после этого жизнь заканчивается. Так считают многие наши ребята, многие клиенты. У меня есть теория, откуда это взаимодействие на секунду, или ты не закончил? Да, я не закончил, сейчас скажу. И самое, что главное, они при этом выбирают вообще не подходить. То есть, есть люди, которые, ну, уже, там, месяцы, даже годы вообще просто ходят и тупо смотрят на женщин, причем это реально взрослые мужики. Вот, задаешь вопрос, ребят, что не подходите? Ну, вот страшно, потому что... То есть, риск потерять лицо, да, как говорится, он такой великий, что сейчас я ремарку ставлю, а то я потом забуду. То есть, ну, много теорий, откуда взялось, да, что, типа, человек, там, все равно стадное, грубо говоря, существо. И что, если верить, там, в теорию, что он произошел, там, от обезьяны, от первобытных людей и так далее, что человеку было важно, как его социум воспримет. То есть, если мы говорим о страхе, что подумают люди, люди окружающие, да, то есть, это же не только с женщинами. Ты вообще, в принципе, очень много вещей себе не разрешаешь, потому что ты боишься того, что, типа, социум это как-то примет, ну, не так. И почему у всяких этих блогеров огромное количество подписчиков, у таких, которые дурачатся, там, танцуют, пляшут, рожи хорщат, не знаю, там, яйца чешут на публике, потому что те люди могут себе позволить то, что не может позволить себе, ну, там, среднестатистический чел. То есть, и они смотрят, и до них это вот прям вот, как, как он это делает, где-то притягивает всегда. То есть, те люди свободны от мнения общества. И если брать кровобытные времена, то чувак, накосячивший в этой стае, в стадии, не знаю, как, сообщества, он рисковал тем, что его могли выгнать из этой пещеры, сказать, давай, чел, ты нафиг. Это правда? Ну, я, это одна из версий, да? И, типа, люди стадно тогда жили, ну, стаи, да, то есть, они охотились на маму, то он один бы не выжил, потому что там надо было их как-то окружать, этих мам. Ну, то есть, времена были такие, человек один не выживал. И для него не принять в обществу, оно было просто пиздецом, потому что, ну, все, считает равносильно смерти. То есть, отчасти это страх смерти в некотором роде. Есть такая штука, что эти парни все равно что-то делают, они пытаются хоть как-то доподходить, но у них это четко разграничено. То есть, в идеале для них идеальный, скажем, объект в виде женщины, это когда в пустыне нет никого, она сидит, не стоит, никуда не торопится, она без наушников, без телефона, и она вот так сидит в ожидании, когда чувак не подойдет. Желательно уже сразу с раздвинутыми ногами. Ну, это шутки, но они действительно делают попытки, но они делают попытки там где-нибудь в клубе, под шофе, где-нибудь в ресторане, на вечеринке и так далее. И вот это для них прям огромного ресурса стоит, то есть, чтобы заставить себя вот туда идти. Кстати, я хотел тебя спросить, почему ты сказал именно про пустыню, а не про что-то другое? Это какая-то подсознательная херня? Да, потому что очень часто на консультациях ребята говорят, что если это какой-то там маленький кабинет или это лифт, то они там точно это делать не будут. Потому что, скорее всего, если он... Сам это не просто. Да, если он там действительно попробует опозориться, то ему бежать уже и будет нефть. Так что я хотел спросить, ты специально сказал про пустыню? Нет, она вырвалась. Потому что на самом деле это так и есть. И поэтому они где-то могут подходить, а где-то нет. И они себя этим успокаивают, да? Они говорят, вот, типа, ну, в целом я там могу раз в год там что-то, да? И он как бы себя этим тешит. Но, к сожалению, или там, к счастью жизни, она редко предоставляет идеальные условия. И стоит, вот ты говорил про общество, стоит только там рядом с каким-то людям появиться, кому-то еще, чувак в жизни этого не сделает. Вот. И это очень плохо, потому что, то есть, это, ну, прям проекция на все остальное. То есть, там, например, ты живешь в каком-нибудь... Я вот недавно писал в книжке такую тему, там, чувак, типа, живет в Мурманске, а не в каком-нибудь шахтерском городке, где, короче, все люди шахтеры. Он решил открыть салон красоты. И, то есть, ну, я описывал тему прокрастинации, и то, что, типа, одна из причин скрытых, невыгодных прокрастинации, потому что на чувака влияют традиции, обычаи, мнения людей и так далее. То есть, потому что в прокрастинации есть очень много неявных причин, о которых человек не знает. То есть, он думает, я откладываю. На самом деле, там очень много глубинных вещей, которые нужно разобрать, понять, почему он откладывает. Он откладывает, потому что его отец был шахтером, короче, там. Его дядя, брат, все друзья, там, их отцы шахтеры, и у них единственная профессия в городе, что ты шахтер, ты мужик, короче. И, типа, вроде бы открыть-то, этот, словом красоты, ну, как бы, во-первых, есть риск, что в принципе не получится, потому что никогда так не делаю, да. И, во-вторых, то есть, он реально думает, что о нем вот эти вот друзья будут говорить, что он пидор, потому что он занимается какой-то не мужской фигней, а какой-то там, ну, то есть, ересью, да. И он настолько сильно зависит от мнения окружающих, что это ему реально может помешать не только женщинами, да. То есть, и он будет откладывать, прокрастинировать в плане открытия, там, вот, именно такого бьюти-бизнеса или что-то еще, то есть, я к чему, что эти штуки с женщинами, они, как правило, то есть, они у вас есть в других сферах жизни. Просто с женщинами это больнее и острее ощущается, потому что, когда ты подходишь к девушке или не подходишь, там очень сильно болит, ну, не открыл ты бизнес, пусть не поработаешь на работе, да, там, еще что-то. Почему тема женщин, вот, ну, как у нас на тренинге, то есть, женщина – это инструмент, то есть, почему она прокачивает мужчину вообще в принципе по жизни, да, потому что, ну, это такой хороший мотиватор, она больнее всего, здесь проще всего получить боль, какой-то облом, отказ, переживание чего-то, которое достанет какие-то там внутренние вещи, да, то есть, их быстрее можно разобрать. Да, еще хотел сказать, что есть, ну, та категория ребят, которые все-таки выбирают подходить, они что-то делают, но у них тоже есть очень хорошая отмазочка на разные случаи жизни. Это очень, это каждый тренинг, наверное, чувак, который подходит, он говорит, что я подхожу только в состоянии, когда у меня вот так вот все хорошо, то есть, он… Афектно. Да, он говорит, я обычно подхожу, но вот последнюю неделю я не подходил, я говорю, прошу, почему ты не подходил? Он говорит, ну, я был в какой-то легкой депрессии, поэтому, ну, вот, я считаю, что в таком состоянии подходить не тяжело. Опять же, вот, Володя иногда на тренингах спрашивает, если пойдет женщина на твои мечты, или твоя будущая жена, у тебя будет слегка испорчено настроение, как сегодня у Володи утром, то есть, получается, ты уже, соответственно, как бы, ну, свою мечту пропускаешь. Ну, блин, ну, это реально даже глупо звучит, поэтому… Нет, это так называемый, вот этот излюбленный термин вот этих людей, которые около этой тусовки, типа, я не в ресурсе. Да, 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 у меня не было настроения сегодня, поэтому я… И прикол про ресурс такой, что… Ну, то есть, мозг очень хитрый, особенно на первых порах, то есть, когда ты решил этим все-таки навыком овладеть, он будет делать все, чтобы тебя отговорить, ну, это то же самое, что ты там в качалку записался, не знаю, по утрам начал бегать, то есть, и тебе реально… Первый день по фану, ты встал в 7 утра, побежал, второй день просыпаешься, что, блин, опять что-то бежит. Ну, то есть, и начинается сопротивление. Запал, короче, спадает, да. Ну, то же самое. И, ребята, если вы будете верить вот в эту хрень, которую вы сами себе рассказываете по поводу, что я не в ресурсе, нет такого, блин, самые крутые, классные знакомства, там, романы и отношения не всегда, вот у меня лично, из моего опыта, они всегда получались тогда, ну, ты вообще этого не планировал. Я больше того добавлю, что когда ты не в ресурсе, как говорится, да, наоборот, нужно подходить. Ты более честный. Да, женщина тебе поднимет настроение, особенно, если она классная, ты подходишь, надо наоборот стараться тем самым, вот, ну, взять это как за инструмент, если у тебя плохое настроение, подойди к нормальной телочке, познакомься, возьми у нее номер телефона. Может же быть такое, что она откажет тебя, когда у тебя плохое настроение, ты пойдешь совсем повесишься, круизнется. Что делать? Пойди повесить? Нет ответа. Нет, ну, я тебе говорю сейчас, как вот, например, может подумать, ну, из моего 11-летнего опыта, я знаю, что человек может так подумать. А если, да, откажет меня, то я вообще тогда впаду в глубокую клиническую депрессию. Начнется обсессивно-компульсивное расстройство, перетекающие психосоматические позывы или, там, не знаю, в социофобию, и я умру. Нет, так я более того, я говорю, что... Слава Богу. Они так все и думают, и они так себе и доказывают, что, ну, не нужно подходить, потому что, коль у меня и так плохое настроение, то смысл его там выйти? Ребят, сходите на войну, не знаю, куда идти. Я вот с фильмы смотрел про это, как чуваки в Чечне воевали документально. Там вообще-то ваше плохое настроение улетучится. Нет, просто к чему, что, да, есть риск, вероятность того, что девушка как бы и в хорошем, и в плохом настроении. Вот Юра говорит, подходите в плохом, я с ним согласен, потому что ты более какой-то искренний, ты более настоящий, то есть тебе, я говорю, говорят, терять нечто, да, так вот вышло. И не стесняйтесь, говорит, слушай, сегодня в настроении говно, вот от тебя увидел, так улыбнулся, прям единственное светлое пятно. И во всех случаях, если девушка адекватная, вряд ли она будет на тебя там шипеть, вот так вот ядом плеваться, после того, как ты ей наговорил комплимент. Есть риск, что она в хорошем настроении скажет нет. Кое-что же бывает. То есть почему ты решил, что если ты в ресурсе, значит тебе ничего нет, не скажешь. Или ты считаешь, что типа ты в ресурсе, это нет, воспримешь как-то как закалка, типа оно тебе отскочит. То есть я к тому, что шанс получить отказ, есть и в хорошем, и в плохом настроении. Просто, по сути, тогда вопрос, почему ты не подходишь в плохом, если такие же шансы получить отказ, как и в хорошем? Или ты почему-то решил, что если у тебя рожа улыбается, то конверсия будет выше? Нет, не так. И если даже тебя... Да. Ну, мое мнение такое, что сейчас мужики стали себя больше и чаще жалеть, то есть они настолько стали все чувствительны, что фемин, ой, господи, у меня плохое настроение, сейчас я подойду, она мне еще до кучи его испортит, нафиг, нафиг. То есть я не пойду, как бы, я считаю, что, ну, это все-таки не совсем мужская позиция, хватит себя жалеть, давайте, ребят, больше работать, пораньше просыпаться, как говорится. Я, короче, очень хватит себя жалеть. Вспомнил такой случай в европейском был, я стою, руки-бой, халочки, заходит чувак Эмо, ну, там, может, ему лет 20 на вид, такой, с какой-то челкой, такой, такой, там, черную, с розовым, что-то. Он такой, а он прям дричь-дричь, ну, то есть даже не в этом деле, он просто мужчина вроде бы, по первичному, по признакам, он стоит, и смотрит в зеркало, реально начинает реветь, клянусь, просто реветь слезами, как-то он прям, в моменте, как будто у него кнопка, он стоит и ревет, такой, я такой жирный, ха-ха-ха, я, ха-ха-ха-ха, я просто стою рядом, руки-бой, иду, блядь, что с этим миром. Ребят, как тебе везет на таких типов, я очень за них, редко встречаю. По поводу Стеба, это очень загадочное. Притягивает. Хорошая тема, то есть один из, там, сотен вариантов, которые мы можем вам предложить, по тому, как, скажем, взаимодействовать со своим страхом, с плохим настроением, с отказами, с переживаниями этих отказов, это, ну, такая мини-техника Стеба, то есть, когда ты не катастрофизируешь все, что произошло, типа, блин, мне отказали, и так все было плохо, и тут еще вот там такое случилось, а ты сознательно начинаешь стебаться, не просто про себя, ты начинаешь рассказывать об этом друзьям, кому-то еще, то есть, допустим, меня слили, вот, все плохо. И задача рассказать какому-нибудь своему другу, позвонить, сказать, Вася, прикинь, сейчас я подошел, у меня такая рожа была тупая, меня слили, блин, и такого никогда не было, то есть, ты представляешь, что, я даже подумал, что я обосруюсь, но вроде пронесло на этот раз, и хи-ха-ха, то есть, тебе нужно вот этот вот обгаз, сознательно, как бы внутри там не было больно и печально, начать обстебывать, и то есть, через вот это внешнее, через вербальное, внутрь все равно будет потихоньку-потихоньку заходить, то есть, это то же самое, что рассказывают про эту технику, что улыбаетесь перед зеркалом, хрен знает, полтора часа, и тогда вам заклинит рот, то есть, ну, тогда вы будете меня не улыбаться, вот, и, собственно, об этой технике, и еще о многих других, которые более-таки обширные, важные, глубокие, и сильно работающие, которые гарантированно дадут тебе результат, мы расскажем в субботу, 11 мая, на онлайн-тренинге, который будет однодневный, он будет проходить всего два с половиной, три часа по времени, там будут практические задания, это будет суббота, 11 мая, в 17 минут по Москве, специально пораньше, чтобы вы могли выползти, сделать практику, и онлайн-тренинг, и называется, чего ты на самом деле боишься с женщиной, то есть, в нем мы будем обсуждать тему страхов, давайте конкретные, психотерапевтические, даже я бы сказал, методы, которые гарантированно уберут все твои страхи, поменяют твое отношение к ним, причем на стадии как от знакомства, так и на страхи, которые касаются свидания. Об этом мы будем разговаривать 11 мая, количество мест ограничено, это онлайн-тренинг, ссылка для записи под видео, если ты уже в принципе принял решение присоединиться к нашей тусовке и попасть на следующий тренинг-практика, который уже будет летний, надеюсь, уже будет хорошая погода, не как сегодня. И, собственно говоря, этот тренинг-практика будет с 6 по 9 июня, также подробности ты увидишь на сайте внизу. Сейчас я тебя приглашаю на вебинар по страхам, это будет охренительный вебинар, но, что ты скажешь насчет того, что некоторые люди все понимают, все знают, да, я все понимаю, мне страшно, я боюсь, но ни хера с этим не делаю. Есть такие типы, с которыми ты общаешься? К счастью, таких уже все. По телефону, Юра, я имею в виду, по собеседу. Они есть, но, к счастью, таких уже все меньше. Сейчас что хочешь спросить ты меня? Ну, то есть, вот как бы, как эти люди, они говорят, я все понимаю, но, типа, но я боюсь. То есть, они вообще, как себе представляют дальнейшую жизнь, и так далее? они выбрали, что, блядь, они выбрали не бороться со своим страхом, как они рассказывают. Вот те, кто, например, отказываются, сливаются после того, когда услышится стоимость тренинга, которая, надо сказать, мягко говоря, невысокая, ну, если так, в среднем пары. То есть, ты им говоришь, чувак, вот такая-то стоимость, он говорит, нет, то есть, я лучше еще год, два, три, и что-то. Есть такие, ну, как они объясняют себе, вот, что нет, я вот подожду, то есть, это же больно, прикиньте, говорят, ты еще два года будешь без женщин, он говорит, окей, как он себя успокаивает, что он говорит, мне пока я и не нужно, у меня работа много, ничего. да, они все говорят, что у меня много работы, и еще, я, в принципе, сам что-то еще попытаюсь сделать, то есть, я еще все сам сделал, я говорю, хорошо, а за последний, там, год-полтора, ты что-то уже сделал, там, ну, вот я, там, что-то, куда-то там пытался подойти, кому-то, что-то там заговорить, я говорю, хорошо, сколько номеров телефонов, там, ну, какой опыт, то есть, ну, люди просто отмазываются, им по всяким разным причинам, опять же, страшно. Кстати, не все признаются изначально, что у них действительно все плохо, то есть, чуваки, как бы, когда особенно там взрослые, которые там занимаются бизнесом, они когда звонят, говорят, а у меня все хорошо, на самом деле, мне нужно вот откорректировать, только вот здесь один болтик, и все. Я шел-шел мимо такой, смотрю на двери пикап тренер, хм, дай-ка я посмотрю, что это, блять, так? Ребят, в этом нет ничего плохого, у нас в группе абсолютно разные мужики, там, от 18, там, до 50 лет. Чем хороша нас по тем, что вот мы вчера сидели, обсуждали там какие-то рабочие процессы, и за соседним столиком, в обычном Тануке, на Камергерском переулке, сидела какая-то там, звезда полей кукурузы, кто? Да, актриса из фильма «Большой», про театр. Мне она не понравилась вообще, я понимаю, что это... Нет, она, возможно, как женщина тебе не понравилась, но тебе можно посмотреть фильм, потому что фильм очень крутой. Так вопрос о том, что Юра, будучи, правда, женатым человеком, он подошел сфотографироваться, а вы, люди, которые там, неженаты, или в поисках, вам ничего не мешает подойти с этой актрисой, «Я хочу, чтобы у меня была актриса». Причем, пожалуйста, у вас будет актриса, но, блядь, погодите, заинтересуйте, она обычный человек. Да, она более чем адекватная, я так, ну, честно скажу, чуть-чуть волновался, потому что я думал, это вообще она или не она, он подошел, там, ну, привет, там, сетила спросила, это она или не она, сфотографировался, и уже так начал ходить. Она говорит, «Постой, я хоть как тебе зовут?» Понимаете? она увидела такого, самой захотелось пообщаться. лысого парня. Да, и приятно, что ее там, грубо говоря, узнали, подошли, пообщались. Хоть кто-то ее узнал. Да, Аня Исаева, кстати, в завод, кто не знает. Нет, так вопрос о том, что, ребят, вот действительно, вот вам центр города, вот вам обычное кафе, вот вам обычная, на мой взгляд, сугубо прям, обычная актриса, если хотите, вам ничего не мешает, кроме того, что вы все еще сидите с той стороны этого экрана и ничего не делаете со своими страхами, со своей жизнью. Поэтому, ребят, еще раз, 11 мая онлайн-тренинг, чего на самом деле ты боишься женщинами, ссылка под видео. И, собственно говоря, 6 по 9 июня практика в Москве, на которой вы также можете пойти пообедать в Тануке. Правда, обедать у вас нет, не будет времени, мы вам не дадим поживы и познакомиться с актрисой. Все, вырубай.